В оздоровительном комплексе салют, что в поселке Володарского в летний сезон отдыхают дети со всего Подмосковья. За время каникул здесь проходит 4 смены, в каждой более 300 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Свежий воздух, зеленая территория, возможность заниматься спортом и творчеством. Все, чтобы школьникам было интересно и комфортно. Это солнечное утро. Ребята старшей группы начали в вахтовом зале, где для них была организована встреча с представителями антинаркотической комиссии при администрации Ленинского городского округа. Вчера по Московской области стартовал антинаркотический месячник. Конечно, сейчас не 90-е, не начало нулевых. Надо признать, что ситуация повернулась в положительную сторону. Но, тем не менее, проблема существует. Мы стараемся. Я, как руководитель антинаркотической комиссии аппарата, мы проводим различные мероприятия. И это не только мероприятие профилактика, это мероприятие совместно с полицией. К встрече с воспитанниками лагеря «Салют» гости подошли творчески. Вместо скучных лекций – интерактивная беседа в формате «Вопрос-ответ». В ней приняла участие врач-нарколог, депутат Совета депутатов муниципалитета Лидия Козлова. Мыслью было, что начинать нельзя. Это либо медицинские аспекты, либо правоохранительные, юридические. То есть это все ведет. Обычно могу не побояться этого слова к смерти. Смерть может быть и такой, что не физическая смерть, а именно моральная, душевная. Отрадно, что в своем возрасте дети это понимают и полностью поддерживают специалистов. Самое главное в жизни – это идти по белой дорожке, заниматься спортом, не курить, ничего. Спорт – это здоровье. И не переходить на черную сторону. Да, не переходить вообще. Организаторы мероприятия пригласили на встречу профессиональных спортсменов, которые собственным примером показали ребятам, чем кроме улицы и сомнительных компаний можно занять свободное время. Например, Никита Жиров, автогонщик, с 15-летним стажем рассказал о своей экстремальной профессии. Трудно в себя поверить в этом возрасте, я так думаю, вспоминая себя. Кажется невозможным что-то. Ну вот на примере гонок показываем, что можно просто гонять, на машинах тараниться, это бесплатное автошоу. Ну просто показываем возможности человеческие. Конечно, участника вряд ли мы здесь привлечем нового. Ну возможно, хотя бы пару зрителей, ну и веру ребятам в себя дадим. Если ты будешь колоться, то у тебя ничего не получится в жизни, ты так и продолжишь путь наркомана. А еще за это ты можешь снести. Поэтому гонки намного интереснее, чем сидеть в тюрьме. Наркотики – это самое плохое, что, наверное, существует из веществ. Ну как видно, лучше погонять в футбол. И такую возможность организаторы ребятам тоже предоставили. В завершении антинаркотического мероприятия спортсмены профессиональной футбольной команды «Металлург» провели для всех желающих тренировку, а после сыграли с ребятами. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.